С большим успехом завершилась в Грузии духовно-музыкальная программа «Голоса православной России», которую услышали десятки жителей городов Батуми и Кутаиси. В последнем состоялся заключительный концерт русских хоров на сцене крупнейшего оперного театра в парламентской столице Грузии. Наиболее интересные подробности в материале Инны Тихоновой. Кутаиский центр оперы и балеты имени Мелитона Баланчевадзе, на сцене которого выступал сам Шаляпин, имеет такую же старинную и богатую историю, как и грузинский город. На один вечер это место стало центром русской музыкальной культуры. С 2001 года Международный фонд «Единство православных народов» организует программу «Голоса православной России». В Грузии музыкальный фестиваль открылся при поддержке государства обеих стран по благоположеланию святейшего патриарха Кирилла и католикоса патриарха всея Грузии Ильи Второго. Подобные мероприятия фонд проводит уже 13 лет и каждый раз в новой стране. Цель этой культурной миссии – познакомить зарубежных зрителей с русской духовной и светской музыкой. Но в этом году фестиваль несет еще одно значение – укрепить дружбу наших братских народов. Мне очень приятно, что мы сегодня принимаем в гости таких музыкантов «Голоса православной России». Это хор, два хора объединения, как мы знаем. И вообще-то город Кутаиси – это очень гостеприимный город и всегда рады гостям. И что… Вот песня тоже… Вы хорошо знаете, что в Грузии песня – это очень такой возвышенный, потому что в голосах петь, и вот такой хор, что вот по лифоне – это очень приятно слушать. Впервые перед грузинской публикой выступили два певческих коллектива. Это камерный хор «Классика» и студенты Московского музыкального института имени Шнитке. Несмотря на юные годы, ребята показали себя профессионалами высочайшего класса. Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пена. В первую очередь я почувствовал, насколько это важное событие фундаментального значения для нас. Возможность представить здесь, в Грузии, здешнему зрителю нашу музыку, нашу русскую духовную музыку – для нас это очень важно и большая честь. Место проведения музыкального фестиваля выбрано не случайно. Кутаисия – древний, дохристианский и христианский грузинский город, о чем свидетельствуют духовные памятники. Храм Баграта, освященный в 2003 году в честь Успения Богородицы, и Геладский монастырь, который был построен Давидом VI в 1106 году. Сегодня обитель является центром церковной и культурной жизни. Замечательная теплая публика людей, мне кажется, они истосковались именно русской культуре. Истосковались, и принимали замечательно, и чувствовали, и здесь не было такого наблюдения любопытного, а было очень искреннее отношение, искренняя радость от того, что они встретились со своим. Концерты русской духовной музыки, прошедшие в рамках этой патриаршей программы фонда, в Грузии стали большим культурным открытием для жителей страны. И громкие аплодисменты, а также крики Брависимы из зала стали явным свидетелем того, что любовь и дружба между нашими братскими народами жива, а голоса православной России объединяют культуры.